Чем заняты олимпийские чемпионы по зимним видам спорта летом? Ответ на этот вопрос мы нашли в Смоленском районе. Вслед за национальной сборной по горным лыжам в Белокуриху приехали сноубордисты. Андрей Захаров потренировался со спортсменами и узнал, за что Вик Уайлд полюбил Алтай, чем Андрей Соболев помогает своему конкуренту из США, и когда в нашем регионе пройдет этап Кубка Мира. Летом сноубордисты мирового уровня делают основной упор на общую физическую подготовку, для того, чтобы потом зимой уже на склоне быть в отличной форме. Сейчас у нас есть уникальная возможность размяться вместе с национальной сборной по сноуборду. Наклоны, растяжка, разогрев мышц. Все, к чему мы привыкли еще на уроках физкультуры, делают и звезды мирового сноуборда. Олимпийский чемпион Вик Уайлд, его супруга бронзовый призер Сочи Алена Заварзина и наш земляк, чемпион мира Андрей Соболев. График жесткий, по две тренировки в день. Тяжелая атлетика, скоростно-силовой фитнес, лечебные процедуры. Здорово здесь, и воздух чистый, природа сосенки, здорово очень. Для общей физической подготовки здесь хорошие условия. Плюс есть лечебная база в том же санатории. И подлечиться, и потренироваться очень здорово. После тренировки пресс-конференция. Столько звезд в одной сборной. Самые титулованные – чемпион мира Андрей Соболев и чемпион Олимпиады Вик Уайлд. Поэтому главные вопросы – о конкуренции. Андрей как бы напоминает мне, тебе постоянно нужно работать. Так просто, ничего никогда не дается. Серьезно, у меня, как у спортсмена, могут возникнуть какие-то недоработки. Я могу проиграть, и на самом деле он как бы подталкивает меня продолжать становиться лучше. Развиваться, несмотря ни на что. Это что-то вроде мотиватора. Мне кажется, больше всего для меня мотиватор зимой, на склонах. Чисто летом, как бы. Ну, я бы сказал, не сильно слабо. Сравненно с ним. Были вопросы об общем состоянии сборной, стилях катания, хобби, путешествиях верхом и о сплавах по катуне. Об охлаждении отношений между Россией и Западом, разведительского спорта. Но, пожалуй, главным стала готовность Белокурихе принять Кубок мира по сноуборду. Знаете, здесь на Алтае очень здорово. Чаще всего нас селят на московских базах. И вы знаете, там совсем нет этого настоящего русского духа. Столичная организация меня совсем не радует. Поэтому мне очень приятно быть здесь. Никогда еще не был так счастлив. Если брать большие города, да. То есть где-то нужно разместить спортсменов, откуда-то их привезти. То есть если это рампа в Москве. Но сложностей много. Собрать эту рампу и все прочее. То здесь в шаговой доступности будет склон. И спортсмены будут стартовать. И, конечно, это преимущество. В феврале этого года в Белокурихе впервые провели этап Кубка России по сноуборду. В следующем году планируют провести очередное первенство федерального уровня. Такими шагами Алтайский край подходит к тому, чтобы провести на своей территории первый за Уралом этап Кубка мира. Причем не позже 2019 года. В спортивной федерации говорят, что у Белокурихи для этого есть все необходимое. Инфраструктура, где встречать гостей, где проводить соревнования. Причем перепады высот местных трасс намного лучше подходят для жестких дисциплин сноуборда, чем горных лыж. Андрей Захаров и Сергей Балуев. Новости.